Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой мы продолжаем отвечать на вопросы, поступающие на адрес нашей студии. Прежде всего, хочется всех поздравить с уже начавшимся Великим Постом. Прошла первая седмица Великого Поста. Уже можно говорить о каких-то, хотя и маленьких, но результатах нашего небольшого подвига. «Желаю вам и впредь с такой же строгостью и благовением проводить время Великого Поста, который всегда в жизни православных христиан играл значительную решающую роль, как время подвига, с одной стороны, с другой стороны, некой десятины, которые человек приносит Богу за весь прожитый им период времени. Время Великого Поста является самым важным для видения себя, для концентрации внимания на своем внутреннем мире. Это время помогает увидеть человеку такие стороны жизни, на которые он, может быть, не обращал внимания во время, так сказать, некой суеты, озабоченности этим временным существованием. Но вместе с тем, в время Великого Поста есть время искушений, когда человек сталкивается с силой, которая всячески пытается сопротивляться этому подвижничеству, пытается всеми силами внести раздор в личностных взаимоотношениях. Поэтому всегда подвижники благочестия, люди, жившие особенным вниманием к своему внутреннему миру, предупреждали о том, что время Поста сопряжено с искушением, и в это время как никогда нужно особенно следить за теми словами, которые мы произносим, следить за поступками, которые мы совершаем, и стараться по мере силы возможности избегать всевозможных конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть именно в результате этого сопротивления злой силе и стремлению к подвижничеству. Слово «псалтирь» греческого происхождения, и оно обозначает щепковый инструмент, который употреблялся при исполнении этих молитвословий. В еврейском тексте эта книга переводится как «книга хваления». Родоначальником «псалтири» считается царь и пророк Давид. Он изливал свою душу, свою молитву к Богу, используя поэтические образы. Сама «псалтирь» содержит 150 псалмов. И еще есть один так называемый неканонический псалом 151-й. Книга «псалтирь» является самым распространенным чтением, молитвословием для христиан. В дни печали, в дни скорбей, в дни радости псалтирь является спутником христианина. В этой книге мы можем найти абсолютно весь спектр человеческих чувств и эмоций. Там есть отчаяние, там есть вопль к Богу в скорбях, в каких-то трудных ситуациях. Там есть возвышающаяся до небес и, можно сказать, духовного экстаза хвала Богу за благодеяние. В ней есть просто размышления о человеческой жизни, о том, в чем ее сущность, как она протекает. Поэтому христианин может найти в этой книге абсолютно все, что свойственно нам с вами, пока мы живем. Весь спектр чувств. Читают псалтирь особенно усиленно в дни Великого Поста. За первую неделю книга псалмов прочитывается целых два раза. Все богослужения православной церкви пропитаны изречениями из этой книги. Самому царю Давиду приписывается 73 псалма. Остальные принадлежат другим авторам. Книгу псалмов читают также по усопшим. Читают за живых. Вся книга псалмов делится на так называемые кофизмы. Кафизо от греческого слова «сидеть». Первая слава, а каждая кофизма делится на три славы. Первая группа псалмов, заканчивающаяся первой славой, обычно посвящается молитве за живых. Вторая слава посвящается молитве за умерших. И третьей славой заканчивается сама кофизма, включающая в себя группу псалмов. Книгу псалтирь можно читать во всякое время. У некоторых христиан православных, которые присутствуют за богослужением, написанным на церковно-славянском языке, возникает вопрос, а можно ли читать псалмы и псалтирь на русском языке. Это даже необходимо. А лучше всего читать, что называется, параллельно русский текст и славянский текст. Для того, чтобы славянский текст был более понятен и многие непонятные нам фразы и сочетания слов были ясны. Книга псалмов может читаться в любое время, когда у вас есть возможность. Она насыщает ум, облагораживает душу и вместе с тем является способом борьбы со злой и нечистой силой. Мы с вами, читая жития святых или читая древние потеряки, знаем о том, что преподобные отцы, пустынники, подвижники, которые уходили из этого мира в безлюдную пустыню, сопровождали труд, который не обязательно предписывался в качестве не только добывания себе хлеба насущного, но и вместе с тем, как борьбы с унынием и праздностью, сопровождали свою работу пениями псалмов. Многие знали псалтирь наизусть, и это помогало им во время труда, во время ходьбы, во время других занятий не отвлекать свой ум от молитвы и постоянно повторять эти великие молитвословия. Книга псалмов также является мощным орудием против уныния, против тоскливости, всех тех состояний, которые выбивают у нас, что называется, почву из-под ног, и за которыми очень часто стоит злой, нечистый дух дьявол. Недаром мы молимся в молитвах о том, чтобы Господь избавил нас от беса полуденного. Но вот полуденный бес по толкованию – это как раз дух уныния, который нападает на людей, ведущих, а не только одинокую, но и подвижническую жизнь. Вообще уныние, печаль, тоскливость порой не имеют причины. Казалось бы, все у человека хорошо, он состоялся в жизни, есть семья, есть дети, но в то же время существует какое-то такое состояние, которое делает человека печалующимся, какая-то тяжесть на душе. Это, безусловно, тот самый дух уныния, который томит человека, который парализует его волю. И вот в борьбе с этими состояниями самым лучшим подспорьем является чтение псалмов, в которых пророк Давид обращается к Богу, изливает свою душу в таких словах и с таким дерзновением, которые, может быть, не смогли бы мы сами сплести своим собственным языком и принести Богу, как некий такой веночек. Ну вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сказать об этой великой книге. Обращайтесь к ней, читайте ее. Читайте ее не только на славянском, но и на русском языке. Старайтесь даже иметь эту книгу где-нибудь с собой в поездках, в путешествиях. Обратиться к ней всегда полезно. Это наполняет и душу, и ум, и сердце действительно святыми чувствами. И вместе с тем, как я уже говорил, помогает в преодолении тех состояний, которые даже не всегда понятны нам с вами. Ну, на этом наша передача закончена. Я благодарю вас за внимание. Благодарю за те вопросы, которые вы продолжаете присылать на адрес нашей передачи. Это все-таки свидетельствует о том, что есть интерес к этой тематике, есть интерес к передаче, которые мы транслируем из нашего православного города Нарва. Ну, и надеюсь, что и впредь вы будете неослабно следить за нашей передачей и также присылать вопросы. Ну, и еще хочется добавить, вы можете присылать не только вопросы, но и какие-то отзывы, комментарии. Какие-то, может быть, пожелания. Как бы вы хотели видеть иначе нашу передачу. Может быть, что-то стоило бы поменять, на ваш взгляд. Это тоже весьма важно. Хотя бы в какой-то степени является оценкой того труда, который мы совершаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!